здравствуйте друзья у меня фотоаппарат стройной камеры висит на груди руки перчатках минус 8 и это фактически потепление было плюс растаял тот небольшой снежок который выпадал до того а знать какое сегодня число сегодня 10 декабря никогда не помню такого нет бесснежные зимы бывали и до нового года когда трещали морожие и знаете какая-то жуть друзья это жуть когда вот такая вот почва и трещит мороз это как-то настолько дико нереально что ну вот сейчас еще постоит несколько дней теплых минус но до 10 до 15 снега не обещает это вот юг сибири и до сих пор не могу понять чем мы отличаемся от людей а других сибиряков здесь гора гладенькая горнолыжный курорт оттуда напрямую до него километров 10-15 завалено снегом горная хакасия вся завалена снегом почему у нас такой район ну это я почему говорю есть специфика если плюс от этого наши деревья давно приучены корни деревьев таким морозом что это невероятно везде считается все замерзают корни у нас никогда но тема корня отдельная есть полтысячи фотографий или может уже тысячи рассказывал и буду рассказывать а пока не замерзнет вот это вот аппаратура на минус 8 назовем это прогулка по раннее зимнему саду хотя на календаре уже 10 декабря ну что как обычно все подряд выйдите мертвую вишни скажите железов у тебя вишня погибла черта зла вон они вишня ее потомок видишь видите где оказалось тут вот были вишни 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 вот они попадали под косу а это успела вылезти вот и есть фотографии прекрасная вишня в которую я уже внедрил гены черешни вот она видите вот смотрите вот тоже вишня но долго объяснять не буду но если только скажу как и инфицировал вот смотрите вот видите вот тут вот тут вот тут вот одна вторая третье это назвали инфицирование вишни укропнились почему все-таки это вишня погибла а вот видите еще когда 2015 году я весной купил этот участок она уже была мертва то есть здесь с нее свисал шланг когда включали все время здесьилась вода часами лилась вот и и хотя вишня самая стойкая к воде но это был перебор и она погибла вот чтобы сказать что вишни не могут погибнуть если конечно специально вот так вот не утопить в воде я ненавижу подземный полив друзья ненавижу это изобретение подло и предательское вот они вишни смотрите вдоль забора но мы еще может к ним подойдем вот раз это обход вот видите предыдущий хозяин копал бочку выкапывать было лень а мне все время вода вот отсюда вот вода с неба сунул несколько вот таких вот толстых чурок и все и она теперь никогда не лопнет даже об этом не все знают стать вот ну что тут еще ряда вот это вот очень крупный муравейник видите вот он буквально растет прям буквально пожирая волочную вишну на самом деле ни черта и не делается вишня как вишня на ней было привито еще персик вот на персик погиб а видите она обрезана я никогда не обрезаю только меня попросили черенки и то что я обрезал будет чем черенками которых уже будут внедрены гены персика я показывал есть у меня замечательные друзья я показывал делал фильм где они угощались непризятые друзья где они угощались волочной вишней которая была привита персик и вишня стала слаще мотайте на ус а этот я ни за что никогда не обижу ни одного муравья отойди ничего ты лезешь муравейник кыш вот накормил свободен вот и получается что моем саду в царствует муравьи они есть главное я их уважаю вот и никогда не трогаю видите так ну что еще вот интересно да смотрите прирост 1 2 полтора метра я еще с нее ничего не срезал и вот но в любом случае если даже не буду связать часа посмотрю а что же здесь за сорт растет так абрикос академик ппп я до сих пор не могу вспомнить что такое ппп но абрикос академик или это все таки а это абрикос академик пианиста вот что такое п пианиста посмотрите а плоды у него у меня есть несколько фотографий но сейчас когда монтирую фильм я делаю по простому вот уже не вставляю туда фотографии потому что это надо дольше возник платить ну вы их видели сто раз и так вот эти ветки будут срезаны и где-то может вам проданы а может быть оставлю но уже еще это одна то есть вот эти раз два три 4 5 веточек будут все-таки срезаны хотя калечу дерево вот это я вас заманиваю и второе они будут срезаны вот так вот смотрите вот вот это все ценная часть вот это вот что выше останется вам например а когда придет пора весна я еще третий этаж привью но уже не сюда видите тут отрезать будет тут уже не сюда а вот здесь вот отрежу и ставлю две черенка уже в расчет это будет ах минимум одна прививка наверное 2 и наверно 3 что я сюда буду прививать метод тыка я должен получить плоды еще крупнее чем сейчас меня уже начали обходить караул бою этого самого у чернобаева мой бай у него не влазит уже в стакан есть фотография лежит на стакане на граненом большом вот калининграде что случилось правильно калининграде бай же оказался размером мой матч с мосинка 133 грамма а в среднем 130 вот то есть и меня отодвигает на второй план я сказал себе я долго как бы сказать одрехлевший чемпион такой знаете представьте себя спортсмен на который прыгал на полтора метра высоту да и вдруг вдруг стал где-то третьим или пятым и уже не может даже достичь то что было нет ребята сейчас вы знаете тут у меня 40 50 вот таких деревьев вот таких вот все они будут перепривиты нет не перепривиты это будет третий этаж вот так друзья смотрим дальше смотрим дальше так но это сало как сало чего пробовать а знаете что если по порядку наверно будет придется детскими снимать пока тепло наверное а батарейки как называется это не батарейки ну понятно что в этом вставлена вот память отказывает уже начинает садиться неужели только сегодня полчаса во фильм один сниму вот это уссулинская груша в этом году дала всего полтора где-то ведра и все это худший вариант за все годы предыдущие два года давала по девять ведер хотя это абсолютно молодое дерево только растет сумасшедшие ежегодные приросты вот поверите по метру то есть и больше ведь сейчас показываю вот маленько разбирайтесь вот это сеянец смотрите для развилка первое никто естественно не прежний хозяин это самое а посадил ее сюда хозяин прежний мой саженец вот и вот здесь вот была привита культурная груша какая не помню от прививки от культурной груши следа не осталось осеяниц погнал даже тут что-то торчит внизу но это уже вот этот метр еще метр смотрите дальше дальше вот для развилки метр больше метра вот там вообще много как бы показать и считаем 1 2 3 тут коротко 4 примерно 5 6 7 8 9 8 9 лет вот это вот небольшому дереву 8 9 лет растет мощно значит вы знаете что я противник обрезки почему я отрезал вот это вот ну почему потому что дети колючки страшные страшные колючки вот и они могут оставить свои глаза и вот уже после того когда я отрезал выйдете они обросли уже вот так это уже основу отрезал есть люди но нормальные люди которые это садоводы которые константинович пришли дикие веточки дикие вот и вот я отрезал видите а как они наросли ну потому что с начале года врача вот так отрезаны а почему так приходится а потому что там уже таких просто нет вообще или или вообще не людям отказать или присылать и вот такие вот видите видите и вот обходим ее вокруг вот опять приросты только похуже я не смог срезать на прививку хорошим садоводом вот и вот эти колючки вновь наросли уже ой чулки палки какие они острые и опять буду отрезать потому что дети поставить здесь свои глаза вот и легко же согласитесь видите что делается поэтому прошу нет это самое не тыкать мне морды от моей морды же и мою борту в это самое в это отрезанный но заподлицо обрезка на кольцо я не признаю я считаю это ведь не зря же выходим обязательно быть мое утверждение вот она даже если можно угробить излишним поливом немедленно запретить даже я бы закон бы такой издал вот по защите деревьев чтоб не 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 поливали на на зиму раз чтобы не обрезали на кольцо 2 но еще там 38 38 45 все это вы уже знаете 160 вебинаров 160 61 будет завтра 11 понедельник присоединяйтесь вот это вот значит что чтобы дерево продолжало расти обрезка на кольцо это раны будут в два-три раза крупнее хотите да спасти детей обеспечить обеспечить их безопасность рано на кольцо нельзя угробил даже дикаря а теперь смотрите они снова обросли мы его теперь я снова так вот обрежу вот так вот и иголок не будет следующий момент это вот он видите мою яму выгребную очередную вот я провел столько раз говорил страшная ошибка смертельная ошибка для всей планеты нельзя концентрировать мусор и сжигать его нельзя вот здесь 90 процентов 98 то что уйди переработается вот кроме вот этой бутылки пластиковый вот и где-то гости тут оставили бутылку пивную а то я стыдно говорить но я не пью пиво нет не так не стыдно говорить о две бутылки просто подумать что я еще и алкоголик сейчас молодежь на пиво подсела страшно три бутылки вот а все остальное мое кроме трех бутылок полиэтиленовые бутылки и стеклянные можно было бы действительно сдавать но это заняло бы примерно три процента от общей массы общая масса вся она должна поступить на корм деревьев я не с так и говорю корм деревьев а что это такое знаете правильно я был не коричная эта тема мне тоже близко но еще раз говорю вот это ошибка страшная все 20 миллионов дачных хозяев плюс весь частный сектор должны закапывать в землю все кроме бутылок вот это наоборот не при не преступления как некоторые думают а это является выходом потому что все что производит земля должно в нее возвращаться они превращаться пепел вот из сложных органических соединений с помощью огня они превращаются простейшие вот школе это не просто надо формула это надо специально подчеркивать 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 огонь вот это вот листва вы знаете что весна я тут не будет не потому что ветром унесет здесь затишок вот это еда дерево упала в дерево вернется идиоты я их уже уже 20 лет уже но ответа то нет эти я их уже как только не называл странными людьми помните анекдот про странную женщину нет ну чтобы не было грустно еще раз расскажу приходит женщина к доктору и говорит доктор вы знаете у меня проблемы я все хочу и хочу хочу и хочу странную женщину удивляется доктор вот вот доктор дайте мне справку что я странная а то мне все бляди обзывают и вот 20 лет я их называл странными я их называл как-то ласково самые ласки ну такие слова невежественные нельзя это все убирать нельзя почву перекапывать нельзя листы убирать нельзя вот ошибка страшная пойдите в лес и там это сделаете вас посадят сумасшедший дом а в саду вместо того чтобы посадить сумасшедший дом когда вы берете грабли и сжигаете вот совершаете преступление вот вы просто гробите здоровье потом лекарство потом это труд который рано или поздно вам нас то чертеет понимаете ладно выговорился здесь черви под землей под под этим подерном здесь муравьи вот я вам показывал муравей никуона здесь бактерии здесь грибы это если все что перечисло это пищевая цепочка вы знаете почему здесь нет дерева это был такой же абрикос как и вот этот предыдущий хозяин взял и отрезал для начала вот на этом это следующий кандидат покойники взял и отрезал всего лишь вот эту ветку вот эту боковую она вот так росла низко и он ее отрезал вот заболела дерево за ней вот это вот мощная ветка есть фотографии последовательно вот это вот это вот это погибло так вот сухая это до сих пор живая но страшные вещи происходят когда мороз попадает внутрь смотрите она еще плодоносит она дает прекрасная до 100 грамм абрикосы которая называемый королевскими вот я уже называют и королевских даже франция не узнаете это злой клон королевского вот смотрите что делается вот они сибирские морозы но деревьях терпят если вы никогда не станете их замазывать не не расчищать как положено вот это все разодрать расчистить острым ножом вот а потом замазывать все это тут ничего не делайте ничего вот еще один мой совет так где-то как бы мне не забыть то дерево называется академик пианиста запомнили когда закончится съемка я займусь им то есть понятно так вот это дерево не помню от чего тут пень за несколько лет эти деревья но это ладно тут прививка погибла остался дикий и он теперь меня кормит да а вот это вот лесная красавица так не знаю откуда вот этот пень взялся он за несколько лет купил у меня саженцы но я еще и дарил интересно что самый лучший саженец вот это давал есть фотографии есть фильмы дикий страшный невиданный урожай крупнейших плодов ведер до 10-15 никто не считал вот он его тоже видите но вот это еще он резал даже не замазывал а потом когда на аценте уже отсохло вот это это уже видите моя краска я хорошо всегда масляная и зеленая краска вот и вот эти ветки начали помаленечку отсыхать это королевский абрикос вот это его работа не замазана так вот вот видите забирки это я для потомков вдруг он еще поживет хотя искалечили капитально абрикос королевский вот это мой почерк посмотрите как он не сильно это вот такие дикие морозобоины но подчеркиваю никогда нельзя их замазывать вообще ничего делать тут самолечение уже давно продолжает работать другая часть его вот здесь видите бугор появился вот этот бугор вот сюда перешла теперь здесь сосуды наросли вот эти вот они вот вот раны а вот здесь сосуды придет время и эту ветку тоже будет отпилена вот это но еще вы понимаете это с одной стороны а с другой стороны сейчас вам покажу смотрим на небо он видели прирост по полметра видите вот то есть я всегда сужу о будущем дерево по приростам посмотрите вот их даже можно взять длинный длинный секатор встать на стремянку вон они самая ценная в мире черенки почему это дерево да ему не больше лет 12 10-12 поверьте хоть она выглядит больше а летом она выглядит огромным потому что они всегда когда терять листов становится какими-то мелкими приземистыми вот посмотрите внимательно есть два типа членков ух я все время так и не начал ходить по саду вот отвлекаю все время вы виноваты нечего меня слушать вот это вот вот просто 50 сантиметров 70 да вот они вот эти черенки это старый потому пусть это следующее поколение но она уже не молода ему уже лет 10-12 вот это устоявшийся то есть вы действительно но вот жалко я перестал вставлять это очень дорого просить кого-то смонтировать фильм так как хотелось бы то есть сюда бы десяток вот здесь бы фотографии вот это бы как калечили проиллюстрировать вот понимаете и я тогда уже так поверьте роскошнейшие королевские абрикосы до 100 грамм весом так устоявшиеся но у меня есть вон там на том участке пара молодых а им третий год четвертый мощно растут прекрасная совместимость со своим этим уже как бы родственникам я его называю уже оккультуренный манджурский абрикос то есть они уже сроднились произошла обмен генами по мичурину которую я уважаю в отличие от современной науки это называется насыщение ментора но извините понятие ментора это сейчас начнем допустим терминами это будет еще хуже а я скажу проще обмен генами поверите причем генами фамильными вот здесь вот вот здесь вот гены королевского а здесь уже гены манджурса вы думаете почему сорок градусов мороз не замерзает только благодаря подвою и ну сам подвой казалось бы что может подвой он его превратил свою веру сейчас фактически это даже можно назвать вегетативный гибрид раз королевский родом с франции не замерзает значит это вегетативный гибрид сколько я успел наговорить страну что еще от мороза ничего не отключилось но уже третья часть темненького этого показывает аккумуляторы вспомнил аккумуляторы потяночку садятся ну что мы делаем мы подходим он показывал но все-таки прошло время и все таки это как худо-бедно пусть без снега на зима вот это вот жердель первое поколение единственное дерево привито огромное с огромным урожаем привиты на манджурса в сумме дают уникальное для сибири даже для европы уже это уникально рекорд 23 ведра сумасшедшего урожая дерево там знаете всего сколько ездил на похороны примерно 2000 2001 году ну получается 20 лет тому дерево и вот смотрите сюда вот с него были взяты веточка пророщена и получился сеянец уже пусть это все-таки херсонская область это как его назвать это жердель с херсонской области вот так и называется жердель или жардель как вам будет угодно вот но уже сеянец уже не привита на манджуриск в отличие от мамы и вот получается тоже не собирается замерзать гены манджурцы уже здесь и я его сразу начал облагораживать а он оказывается европейцы а у меня же в основном же дальний восток а он не собирается с ним это сродниваться дружить видеть мертвый прививка а я вроде бы не последний привальщик мертвая прививка а я не последний привальщик третье мертвая прививка нет и живая но как-то дохленько скорее всего помрет и и что еще вам показать вот я вот эти вот три мертвые прививки я называю инфицирование так где ты правильно и все ровно три это за инфицирование что я должен убедиться дело в том что у меня появилась одна теория сейчас они говорить не могу буквально через три минуты он отключится сам так и к чему я говорю это значит его мама росла в окружении самых роскошнейших абрикосов моих академика королевского и фаины вот так рядом еще фаина которая сама изменилась сильно благодаря потому что рядом еще опять академик опять там серафим бай и что получается и у меня абрикос мичуринский который в этом же окружении они все там дружненькой толпой он уже в три раза увеличился уже больше ста грамм у меня есть фотографии есть на весах и есть фильмы и все есть вот три раза почему я это называю извините я не ученый меня же как мордой 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 ты какой-то металлург мне всего знаете самое меня кавалера ордена славы обладателя почетных званий лучшего изобретателя города норильска мне говорят ты не генетик ты не садовод ты какой-то слова понимаете ты какой-то металлург это типа жили были три брата два умных один третий футболист помните фраза была такая до умных один футболист теперь получается так жили были три садовода исакова ольга мороз нет так наталья медведева два выпускника тимири озерки которых нихрена в жизни не вырастили кроме люпина и берез я видел у них березы только на сайте вот и вот они были 3 2 сестры и один брат какой-то металлург и вот этот какой-то металлург ждет здесь укрепление плодов на вебинаре прошлом показывал еще за вот нет да завтра в 11 числа я покажу можете потом запись увидеть если только зарегистрируетесь в участники вебинаров вы увидите чудо вы увидите там мои супер сорта плоды которых среднем уже выше за 100 грамм когда никогда их не было ни в сибири не даже королевский этот на родине справочек утверждает во франции он весит 50-60 грамм вот так ребята вот он какой-то металлург смотрите сколько я вам наговорил и мое время истекает вы знаете сколько тут осталось несобранного и никогда и не подниму не это и не выкинув мусор ни одного яблочка все вернется обратно и мне осталось сколько времени 20 секунд повторяю то что якобы здесь зимует вредно насекомое надо все уничтожить убрать сгрести сжечь и перекопать дурь несусветная запоминайте сейчас отключится я повторю сколько раз вот это дурь несусветная это глупость невероятная вот это странные садоводы которые вовсе не садоводы поняли да а то что мы ходим по черной земле извините здесь морковка свекла и прочие помидоры росли маленький клочок который остро и слегка но связано с закручиванием обменем так дорогие я